всем привет у вас на экранах один из моих любимчиков фаленопсис траспис си уан нас очень называют c1 и наконец-то наконец-то я дождалась красных лепестков к сожалению мои дети добрались до этого фаленопсиса я уже снимала по этому поводу видео и ободрали все бутоны со второго цветоноса и там кстати тоже должны были один бутон должен был быть красными лепестками что же в моих условиях спровоцировал появление красных лепестков я долго по этому поводу меняла условия фаленопсиса этому и в итоге вышло что все-таки правы те у кого кто говорил что на цвет лепестков влияет температура потому что я пробовала различные освещения мне говорили у тебя не хватает освещения потом не говорили что нужен именно солнечный свет в общем нет все поменялось когда поменялись условия когда стало очень очень жарко но при этом был достаточно хороший перепад с ночью где-то в градусов 10 получалось то есть когда днем зашкаливает 35 по ночам у нас 2325 вот это был как раз тот самый момент когда зрели эти бутоны и вот так вот прекрасно они открылись с красными лепесточками я этому очень рада но вот еще такая особенность смотрите это последний был бутон и он уже открылся полностью а вот здесь вот два которые до него белые и они до сих пор не раскрылись вот такая интересная какая-то особенность почему так случилось я не знаю но насчет этого фаленопсиса я честно говоря расстроилась и наверное я куплю себе второй потому что какой-то момент у меня на растении вот видите темная проявилась но при этом у него наросло еще два листа и все было хорошо и вот этот последний лист очень хорошо рос и только недавно вот эта темная штучка появилась на следующем листике вот этом и вот он начал так желтеть но при этом еще один нарос нарос хороший резать сейчас телепать разбирать и забирать силы у растения стрессовать его я не хочу я подумала подумала и решила что я посмотрю на его поведение скажем так возможно кто закажет не очень правильно но пущу на самотек если вот здесь здоровая ткань и повреждения были ну вот видно именно вот там и после этого выросла уже хорошая ткань то есть все шансы что просто дальше продолжит расти а вот это здесь и останется потому что до изначально я увидела пятно здесь но вот этот лист рос следующим и он уже был немножко поврежденный скажем так у меня нарос дома уже вот этот один единственный ну что ж гадать на кофейной гуще я не буду я надеюсь что она дальше не поползет потому что когда я отодвигаю вот здесь вот у шейки лист то там все чистое и я надеюсь что все таким чистым и останется посмотрим что дальше она не поползет и что изначально только те ткани были повреждены но если нет то есть все шансы получить детку ну а если и так нет тогда есть все шансы что я куплю 2 ну такое в жизни бывает это орхидеи они живые они растут поэтому сильно расстраиваться не надо и в общем-то неудачи бывают всегда даже когда вроде бы ты уже имеешь достаточно долгий опыт багаж знаний определенный в различных условиях с различными фаленопсисами да так как у нас сейчас фаленопсис не будем трогать другие орхидеи тебе есть какой-то опыт но все равно происходят вот такие неудачи в некоторых ты сам виноват в некоторых ты прошляпил пусть и у нас самотек в других ты наоборот в лес и сделал этим же хуже и но тут знаете серии никогда не знаешь поэтому неудачи случаются это не стыдно это нормально они случаются у всех вот собственно моя такая неудача можно сказать но честно скажу я очень довольна что вот этот распис научил меня как за ним ухаживать и если он не выкарабкается то у меня будет уже определенный багаж и я лучше буду ухаживать за своим вторым тетрасписом но если он вычухается то он просто боец я уже точно знаю как за ним ухаживать ну не буду затягивать ставьте лайки подписывайтесь на канал всем огромнейшее спасибо за просмотр и пишите комментарии читаю отвечаю заходите в описании видео там есть ссылочки кому интересно на мой инстаграм на страничку в фейсбуке и на мою группу в фейсбуке посвященную только фаленопсис эквестриса буду рада всем и всем солнечных дней пышных цветений пока пока